Я предлагаю представиться, немножечко я расскажу про наш вебинар, про наш проект. Меня зовут Сергей Николаевич Панцирь, я являюсь методистом, психологом и руководителем консультативно-диагностической службы Федерального ресурсного центра по работе с детьми с расстройством мематического спектра. И Елена Богородникова является руководителем региональной общественной организации «Контакт» города Москвы. И мы сегодня хотели бы разобрать такой вопрос, как специальные образовательные условия. Что это такое, что в себя включает, каким образом их организовывать. Данный вебинар входит в цикл вебинаров, которые мы с Еленой Вячеславовной начали еще год назад. И этот цикл вебинаров преимущественно для родителей, для информирования, для ознакомления с возможностями организации образования, организации процесса воспитания своих детей, для просвещения. На сегодняшний день это у нас четвертая встреча. И данный проект, данные вебинары, они проходят при поддержке федерального проекта современной школы, национального проекта образования. И мы в рамках этого проекта готовы отвечать на ваши вопросы, готовы получать ваши вопросы. И вот на протяжении осени и первого месяца зимы мы планируем проведение регулярных встреч в формате вебинаров. Поэтому просим вас подключаться, быть активными и получать как можно больше информации от нас и друг от друга. Елена Славовна, если есть что добавить, то добавьте, и тогда мы, наверное, начнем. Спасибо большое. Я рада приветствовать наших участников. И хотела добавить, что если мы не ответим на какие-то из ваших вопросов в процессе вебинара, то, безусловно, мы ответим вам лично по вашу почту или пригласив вас на индивидуальную консультацию. То есть если вопрос будет какой-то более объемный, чем то, что можно в рамках вот такого общения осветить, мы обязательно все равно на него ответим, и вы получите свои рекомендации. Да, мы постараемся максимально сохранить все ваши вопросы, поэтому если есть вопросы, которые будут у вас возникать в процессе нашего какого-то доклада или нашей речи в начале вебинара, то можно их писать в чате. Мы будем потом просматривать, давать ответы. На те вопросы, которые мы не успеем ответить, мы вам ответим персонально, уже по почте, которую вы оставили при регистрации на вебинар. Ну, давайте начнем. И начнем мы с того... Так... Начнем мы с того, что очень часто специалисты упоминают такое понятие, и как специально образовательное условие. И консультируя родителей, общаясь с семьями, мы понимаем, что не всегда родитель понимает, что за этими словами стоит, что стоит за этим понятием, специально образовательное условие. Что-то это такое специальное, ну, наверное, что поможет ребенку обучаться. И в этой связи мы решили, мы подумали, решили, что вот начало учебного года, и, наверное, хорошо бы каждому родителю понимать, что он может организовать для своего ребенка, и действительно для того, чтобы его процесс обучения был наиболее эффективен, наиболее успешен, чтобы ребенку обучаться было наиболее комфортно. И в этой связи мы хотели сначала раскрыть вообще, что такое это понятие, что оно в себя включает, и дальше, какие есть возможности у родителя, чтобы организовать эти условия, и какие есть возможности у образовательной организации, для того, чтобы тоже организовать эти условия. Так вот, что же это такое? Это понятие специального условия для получения образования, оно зафиксировано в Федеральном законе об образовании, статье 79-й, и звучит как формулировка, включенная в пункт об организации образовательных программ. То есть каждый ребенок с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с законом должен осваивать адаптированную основную общую образовательную программу с созданием специальных условий для получения образования. И далее идет раскрытие, что же это такое. Это те условия, без которых обучение ребенка затруднено. То есть это те условия, которые необходимы для наиболее полноценного освоения образовательной программы ребенка. И данный перечень вот этих специальных условий, он раскрывается в этом законе. И сейчас вы на экране видите, в общем-то, те пункты, которые входят в это понятие. То есть под созданием специальных условий подразумевается подготовка или использование для разработки специально обязательной программы. Как правило, это адаптированные основные общие обязательные программы, сокращенно для тех, кто это еще пока не знает, это АООП, да, очень такая распространенная аббревиатура. Это методы обучения специальные и методы воспитания. Мы с вами чуть подробнее рассмотрим после того, когда перечислим весь этот перечень, что входит или какие-то примеры вот этих специальных условий. Вот здесь один участник пишет, что нет звука. Скажите, пожалуйста, есть ли у всех у других звук? Если да, то поставьте просто плюс. Если звука нет, звук появился. Да, спасибо большое. Давайте такое правило. Если вдруг кто-то пишет о том, что нет видео, нет звука, то все остальные, если у вас есть видео и звук, вы, пожалуйста, ставьте плюс. Если будет минус, то мы понимаем, что это проблема с нашей стороны. Будем ее максимально быстро решать. Можно погромче. Постараюсь погромче. Хорошо. Так, сейчас я сделаю чуть-чуть погромче звук. Коллеги, скажите, пожалуйста, так лучше слышно? И было хорошо слышно. Да. Возможно, тоже надо на стороне пользователя увеличить громкость динамиков. Да, но я постараюсь погромче немножко все равно говорить. Так вот, значит, первое, что относится к специальным образовательным условиям, это специальные программы образовательные, методы обучения и воспитания. Следующее, это специальные учебники, учебные пособия, дидактические материалы. Здесь сразу хочу сказать, что для каждой категории детей с ограниченными возможностями здоровья, термин взятый из законов образования, для каждой категории данных детей разрабатываются, как правило, свои собственные специальные учебники, например, для детей с нарушением зрения. Это отдельные материалы, дидактические учебные. Для детей с нарушением оперативного аппарата другие материалы, для детей с расстройством аутистического спектра. К сожалению, не так их много, этих учебных материалов, и они, к сожалению, не очень сильно распространены по сотрудникам. Но наработки есть, есть материалы, которые публикуют специалисты нашего центра, есть материалы, которые публикуют специалисты других образовательных организаций. То есть материалы есть, но они не введены в какой-то реестр обязательных учебных, дидактических материалов. Третье – это специальные технические средства обучения, либо для группового использования, либо для индивидуального пользования. Это предоставление услуг ассистента, либо еще иногда предоставление услуг тьютера. Чем отличается тьютер и чем отличается от ассистента-помощника, мы уже посвящали этому вопрос. И чуть позже вы увидите ссылку на этот вебинар, в котором мы как раз раскрываем разницу между тьютером и ассистентом, и как организовать работу тьютера со своим ребенком. Дальше. Сюда в этот перчинь входит проведение групповых индивидуальных коррекционных занятий. Здесь я сразу хочу сказать, что это как спецусловие, подразумевающее под собой работу и занятия с такими специалистами, как правило, как психолог, дефектолог, логопед, педагог докообразования или педагог адаптивных скультур, ну или просто лечебных скультур. Это обеспечение доступа в здание организации, ну, как правило, это, конечно, для детей с внушением формы двигательного аппарата, и другие условия, без которых невозможно и затруднено освоение образовательных программ обучающимся. Здесь вот с нашей стороны есть небольшое такое добавление, что сюда может входить, например, способ адаптации учебных материалов из заданий. Адаптация среды для ребенка, учитывающей его психофизиологические особенности развития. Собственно, друзья, вот тот перечень специальных условий, которые необходимо создавать для ребенка. Да, и, соответственно, вопрос следующий, да, вот для всех детей нужно вот обязательно весь этот перечень условий, или же, ну и, соответственно, каким образом он определяется. Ну, сразу скажу, что определяется он, исходя из потребностей ребенка, которые выявлены по результатам диагностики. Елена Пуслановна, да, запись будет, поэтому она уже ведется, мы потом ее выложим на сайт. И давайте разберем немножечко поподробнее. Вот что относится к специальным образовательным программам? К специальным образовательным программам, или адаптированные основные общие образовательные программы, они определяются соответствием с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего, ну, или среднеобщего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Здесь я бы хотел продемонстрировать варианты адаптированных образовательных программ. Да, возможно, многие уже про это знают, но мне бы хотелось лишний раз просто обратить внимание, что к специальным образовательным программам относятся адаптированные основные общие образовательные программы, которые делятся, как правило, либо на два, либо на три, либо на четыре варианта. И здесь на слайде вы видите слева в столбце категорию детей, у которых есть определенные особенности развития. И справа соответствующий вариант программы. Ну и, как правило, первый и второй варианты – это дети с каким-то отдельным соответствующим расстройством развития, например, зрение, слух или расстройство аутистического спектра. И первый и второй варианты – это дети с этими особенностями развития, но способны освоить программу наравне с сверстниками условной нормы. Ну, либо в те же самые сроки, либо в пролонгированной. 8.3 и 8.4 – это уже дети, имеющие определенную специфику развития, но при этом имеющие либо 8.3 – легкую, умственную осталось, либо 8.4 – умеренную, либо тяжелую. Вот, собственно, вот так делятся вот эти варианты программ, для тех, кто не знает. Если кому это интересно, про это поподробнее узнать, то пишите вопрос, задавайте, либо мы тогда подготовим с Еленой Вячеславом отдельно какой-то вебинар на эту тему, где поподробнее про это расскажем, либо же ответим на ваши вопросы, если вопросов будет не очень много по этому направлению. Так вот, разработка вот этих программ, адаптированных основных общеобразовательных, она, эта задача ложится на образовательную организацию, и как только в образовательной организации появляется определенная категория детей, то, соответственно, в организации должен появиться вот этот АО. Соответственно, адаптированная основная общеобразовательная программа, она включает в себя перечень необходимых компетенций и задачи развития ребенка, в том числе и программу коррекционной работы, она тоже себя включает. В том числе в адаптированной основной общеобразовательной программе прописываются специальные условия, как раз специальные образовательные условия, которые будут необходимы для освоения этой программы. То есть, если, например, ребенку с расстройствами аутистического спектра требуется адаптация учебных материалов, то, соответственно, она должна будет прописана, каким способом мы будем адаптировать эти материалы. Или если ребенку требуется, например, сопровождение логопедов, логопедические занятия, развитие речи, то, соответственно, в адаптированной образовательной программе это также должно быть прописано. Если у ребенка есть проблемы в поведении, решение этих вопросов, оно должно быть прописано в адаптированной образовательной программе. Есть программы общие на школу, на класс. В ряде случаев, когда ребенок не способен освоить на общих основаниях вот эту адаптированную программу, то для него может быть разрабатывается индивидуальная адаптированная программа. Далее, что еще важно сказать про спецусловия. Следующее, что может входить в спецусловие, это модель организации образования. Как правило, если ребенок поступает в образовательную школу, то он учится в общем классе, в средней норме. Если ребенок имеет какие-то особенности развития и освоение его образовательной программы невозможно, например, на общих условиях, то в этой связи для каждой возрастной группы имеются свои варианты организации вот этого процесса обучения. Здесь вы видите на слайде, начиная вообще с маленького возраста, с раннего возраста, ну и заканчивая здесь уже основным общим образованием. И говоря, давайте больше будем акцентировать внимание на детей дошкольного возраста и детей школьного возраста. Так вот, при получении образования на дошкольном этапе, то здесь есть, помимо основного какого-то общего варианта, это группа кратковременного пребывания, группа компенсирующего вида. Ну, в простонародье называется коррекционная группа. Третья группа комбинированного вида, то есть когда ребенок, имеющий особенности развития, включается либо в среду сверстников, и это инклюзивное образование, либо он комбинируется из нескольких вариантов категории детей. Для детей, получающих начальное или основное общее образование, также есть некоторые формы, некоторые модели, на основании которых можно получать образование. Это, начнем, да, это инклюзивное образование, когда ребенок включается в среду сверстников, типично развивающихся. Это инклюзивное образование по модели ресурсный класс. Это образование в отдельных классах для детей с ОВЗ, но опять же, как в простонародье говорят, коррекционный класс, да. Ну, иногда это бывает надобная форма обучения. Ну, вот, собственно, такие основные, наиболее распространенные модели организации образования. Это тоже будет являться спецусловием, благодаря которым ребенок сможет адекватно ослабить образовательную программу. Ну, немножечко примеров про дидактический материал. Да, здесь вот вы видите такую некоторую иллюстрацию. Просто хочу сказать, что для каждой категории детей будут свои дидактические материалы, свои, может быть, методы работы. И это все будет подбираться, исходя из потребностей ребенка и его особенностей психофизического развития. Учитывающих и способствующих вот этой компенсации дефицитных функций. То есть, если, например, нарушение зрения, то, соответственно, нужны будут более выпуклые материалы, более рельефные материалы, чтобы ребенок мог тактично лучше воспринимать материал для выполнения заданий. Вот здесь вот вы видите пример такого материала, как новиком. Очень часто он используется для детей с расстройствами на психическом спектре для обучения математике или счету, или формирования математических представлений. Дальше. Это адаптация образовательной среды. Вот хотел тоже, чтобы немножечко дать пояснение, что это такое адаптация образовательной среды. Как правило, если мы говорим про детей с расстройствами на психическом спектре, то это может быть зонирование пространства или создание определенных пространств для определенной функции. То есть, например, пространство для игры, пространство для занятий, пространство для приема пищи. Да, и вот это четкое выделение, оно способствует нормализации поведения и ориентировке ребенка в той деятельности, которую ему предлагает взрослый, соответственно, с каким-то расписанием дня, например. И само пространство, оно способствует именно запуску определенного поведения в этой ситуации. Может быть, некоторая объединенность окружающего пространства под объединенностью понимается снижение сенсорной наполнения. То есть, если, например, у ребенка внимание неустойчивое, то слишком яркое и пестрое помещение с большим количеством дидактического материала, оно будет отвлекать ребенка. И, соответственно, для того, чтобы внимание было сконцентрировано на каком-то определенном задании или на определенном материале, то очень важно все посторонние стимулы, в которых нет необходимости в данный момент, их убирать. Дальше. Это ограничение пространства с постепенным расширением. То есть, опять же, если ребенок, например, ну, как часто говорят, полевой, то есть такой пульсивный, вскакивает, убегает, там действует в рамках каких-то собственных интересов, навыки учебного поведения не сформированы, то здесь иногда есть смысл организовать пространство таким образом, чтобы, возможно, скачать и побежать в какую-то любую сторону, там у ребенка была минимальная, снижена, да, но постепенно, как только формируется поведение, нужно переходить, естественно, в какую-то естественную среду. Это используемо визуальных подсказок. Ну, в общем, может быть, многие знают о том, что ключевой спецификой, такой базовой спецификой при обучении детей с расстройствами амортического спектра является наглядность или визуальное сопровождение инструкций, действий, планы действий, выполнение каких-то заданий. Во всем нужна дополнительная визуализация. Это позволяет компенсировать недостаток понимания смысла обращенной речи. Может быть, использование специально-сенсорного оборудования, это тоже может включаться в адаптацию обращательной среды. Да, ну, вот такие некоторые примеры, которые показали, что, например, визуальное расписание, или групповое на весь класс визуальное расписание сверху на картинке, внизу индивидуальное расписание для какого-то конкретного ребенка. Причем, если сверху расписание всего учебного дня, то снизу выполнение заданий, выполнение заданий на одно занятие, например. Или визуальные инструкции во время урока, при организации учебного пространства. Или визуальные инструкции по выполнению каких-то бытовых правил поведения, например, мытье рук. Вот здесь вот справа внизу вы видите слайд. Слайд на картинку. Дополнительная визуализация в расписании или построении урока, когда ребенку нужно ориентироваться, например, ребенку сложно понимать обращенную речь, но ориентируясь, например, на то, что первое задание будет это задание из красной коробочки, а второе задание из желтой коробочки, он может уже по памяти вспоминать, что, например, в первой коробочке это фломастеры, в второй коробочке это нумикон, в третьей коробочке это пластилин, в четвертой коробочке это вообще телефоны, например, или планшеты, выполнять задания на планшете. Да, и, соответственно, он будет ориентироваться уже по цвету. То есть дополнительная вот эта визуализация и подсказки, они помогают в этом случае. Для детей с нарушением зрения, да, для примера, да, и для некоторого такого сравнения, тоже есть способы адаптации среды, да, тем самым я хочу показать, что для каждой категории детей есть, существуют свои способы адаптации среды, ну, соответственно, учебных материалов также. Например, тактильные ориентиры на каждой парте, там, на стену учебных кабинетов должны быть окрашены светлой, постельной и тановой. Учебные парты для детей с нарушением зрения более широкие, с возможностью размещать определенные специальные учебники. Там, дополнительное освещение, может быть, жалюзи, да, обязательно, как обязательное условие, наличие средств для затемнения помещений. Все будет зависеть от конкретного ребенка, от его необходимости и потребностей. Значит, и несколько слов про адаптацию учебных материалов, да. Значит, это существуют разные способы, их много. Здесь, на слайде вы сейчас видите, те способы, которые, как правило, мы используем применительно к детям с расстройством эстетического спектра, но они, на самом деле, универсальны, могут применяться к любой категории детей, даже, там, к условной норме. Да, упрощение инструкции, мотивирующий стимул материал, минимизация учебных заданий, уменьшение количества заданий, сохранение сложности, упрощение заданий. А дальше уменьшение количества заданий по одному заданию на листе. Ну, и вот здесь вы видите весь перечень различных способов, которые позволяют материал учебный во время урока преподнести таким образом, чтобы ребенок услышал, понял и выполнил задания, которые мы ему предъявляем. То есть это все необходимо для того, чтобы ребенок в полной мере осваивал образовательную программу. Хочется также сразу сказать, что, например, обучение детей по адаптированной программе варианта второго, например, 8-2, 7-2, 6-2, это обучение предполагает, что ребенок вполне способен, то есть его физиологические и интеллектуальные способности, они дают возможность освоить образовательную программу, но при условии, что будут использоваться допустимые способы адаптации учебного материала. То есть, к примеру, ну вот давайте посмотрим пример, да, там, ну вот хотелось бы вот такой пример показать, что вот, например, стандартные задания, инструкция, прочитай слова, да, и составь с ними предложение. Вот базовая какая-то классическая инструкция в учебнике, допустим, да, и вариант адаптации, например, для ребенка по 8-2, он будет вот здесь вот, вы видите, слева, да, что просто даны те же самые слова, но с дополнительными картинками, да, чтобы, может быть, ребенок не сразу, как бы понял, то есть он прочитал слова, но он не сопоставил с образом. Да, очень такая распространенная особенность детей с раз, когда они читают текст, но читают буквы, не применяя это к определенному образу того, о чем они читают. Да, и чтобы они осмыслили слово, им нужно прочитать несколько раз, да, ну, соответственно, вот дополнительная иллюстрация, она позволяет быстро понять смысл этих слов, да, и составить с ними предложение, например. А вот адаптация того же самого задания, но для детей, например, уже по обучающих по программе 8-3, да, имеющих, например, легкую степень устанностации, то здесь уже совершенно немножко по-другому будет задание, да, то здесь не составь предложение, а составь слово, да, из тех букв, которые практически в том же порядке расположены. Да, вот вы видите некоторую, во-первых, разницу, что существуют разные способы адаптации, и для определенной категории детей, то есть можно использовать более сложные, точнее, способы адаптации, которые не уменьшают сложность задания, а есть те способы адаптации, которые уменьшают сложность задания, да, и поэтому я хотел сказать, что вот те ребята, которые обучаются по 8-2, для них использование способов адаптации учебных материалов, которые не снижают сложности самого задания, как бы вот при этом условии они способны легко освоить общую жидкостью программу и потом уйти от этих способов адаптации, выполнять задания наравне со сверстниками, как бы в той форме, которая требуется изначально, то есть вот как стандартное задание, да, то есть к этому нужно прийти. Вот, там еще раз, да, так резюмирую, что вот эти специальные способы обучения, они позволяют создать такую ситуацию, в которой ребенок быстро поймет смысл инструкции и, соответственно, быстро выполнит это задание. Вот, для чего нужны вот эти все дополнительные специальные образовательные устройства. Ну, еще хотелось бы обратить внимание на специальное сенсорное оборудование, которое также в ряде случаев используется для разных категорий детей, но здесь я хотел бы показать некоторые примеры для детей с РАС, которые также могут использоваться в работе. Ну, например, вот вы видите здесь перечень разных материалов, которые используются для сенсорного оборудования. Ну, вот такой он не хотел в виде картиночки показать, там, например, фитбол, или, например, шумопоглощающий наушник, если ребенку трудно воспринимать окружающие звуки. Или, например, у нас был мальчик, когда он уставал выполнять задание на уроке, там, после 20 минут обучения, ему предлагалось посидеть на фитболе, причем также за партой. И он продолжал сидеть за партой, никуда не убегал, но при этом качался на фитболе и выполнял задание. Он качался 5 минут, потом фитбол убирался, ставился стульчик. И, соответственно, ребенок мог вполне спокойно и комфортно чувствовать себя во время урока. Это позволяло ему формирование учебного поведения. Так вот, наличие специально-сенсорной оборудования также может способствовать какому-то комфортному нахождению ребенка в школьной среде. И, наверное, последнее – это специальные технические средства обучения. Также хочу сказать, что технические средства, они соответствуют для каждой категории детей свои специальные технические средства. Ну, как правило, для детей с расой это может быть планшет, это может быть таймер, может быть какой-то коммуникатор для неречевых ребят. Вот такие примеры коммуникаторов, таймеров. Иногда калькулятор также может использовать специальные технические средства. Ну, и хочу сказать, чтобы еще раз повториться, что вот здесь на слайде вы видите варианты технических средств, которые подходят не только для детей с аутизмом, а вообще для других каких-то категорий детей, которые позволяют ребенку также находиться в образовательной среде и выполнять задания в комфортных для себя условиях. Ну, вот, друзья, да, на этом вот у меня все, да, то есть я постарался, ну, давайте я вот здесь еще разочек покажу этот слайд, значит, что в себя включает вот эти специальные образовательные условия, да, и подводя итог, потому что я сказал, что все эти условия, они как раз-таки направлены на создание комфортного нахождения ребенка в образовательной среде, но можно сказать, что даже и в домашней среде их тоже можно использовать, да, и мы их можем также создавать и дома. Так вот, для комфортного нахождения, и второй, для успешного освоения учебного материала. Вот для этого необходимо создание специальных обязательных условий. Елена Вячеславовна, если можно, тоже подключитесь, да, и если у вас есть что-то добавить для наших слушателей, то я буду рад вас услышать. Ага, Елена Вячеславовна, технически некоторые проблемы, я думаю, что сейчас она к нам подключится. Так, ну, видимо, у нее сейчас какие-то небольшие трудности. Сейчас мы ее попробуем еще разочек подключить. Ага, она с нами. Получилось, да? Все, спасибо большое. Слышно меня? Да, очень хорошо слышно. Прекрасно победили технику. Ну что, у нас есть, во-первых, в чате уже прям совершенно конкретный вопрос, на который хотелось бы, может быть, уже начать отвечать, да. Во-вторых, я могу прокомментировать некоторые из слайдов, потому что, безусловно, в процессе реализации родители сталкиваются с определенными проблемами. Вот мы с Сергеем попытались к этому вебинару объединить в блоке такие самые часто задаваемые вопросы. И прокомментировать их. Я полагаю, что у большинства из вас вот один из этих четырех вопросов, как минимум, также возникал. Давайте посмотрим, может быть, на то, у кого эти вопросы являются приоритетными. И, наверное, тогда начнем с группы вопросов, которые сейчас у нас вот вы своими там, своими ответами покажете, что вот прям она сейчас наиболее актуальна для вас. Да, уважаемые родители, да, вот те вопросы, с которыми вот вы, вот вы сейчас на экране видите, те вопросы, которые, как правило, к нам приходят на почту или подходят к нам лично родители, задают эти вопросы, да. И вот мы понимаем, что это наиболее часто задаваемо. Вот если можно, вот такой небольшой сейчас опрос наших слушателей, вот, пожалуйста, вот укажите номер вопросов, который для вас вот наиболее актуален и который для вас, ну, с которым вы тоже сталкиваетесь. Вот если можно, просто укажите номер 1, 2, 3, 4. Вот небольшой сейчас такой мониторинг проведем, да, и посмотрим. Небольшое исследование, насколько действительно это так и есть, да, вот четвертый, третий, четвертый вопрос, да, пишут. Все вопросы пишут, да, четвертый прямо сложный. Да, наверное, приоритет уже понятен. Как мы поступим, Сергей, будем сейчас разбираться с четвертым вопросом или те вопросы, которые слушатели задали, тоже попробуем осветить хотя бы частично? Ну, давайте мы начнем с того, что мы сейчас вот те вопросы, которые сейчас прозвучали, на которые слушатели указали, да, мы на них ответим, как раз дадим свой комментарий, и потом мы оставим время на то, чтобы ответить на те вопросы, которые были в чате. Хорошо. Ну что, кто из нас начнет? Я что-то расскажу, потом вы добавите про четвертый вопрос мы тогда говорим. Да, ну давайте. Что делать, если ребенок не осваивает учебную программу, адаптация учебных материалов не осуществляется. Да, и здесь про что вопрос? Это вопрос, по сути, про то, что программа адаптированная была уже разработана, ну, грубо говоря, да, ее ребенку дали. А родитель видит, что никаких учебных вот этих адаптаций не применяется. То есть ребенок, по сути, обучается на, как бы, равне со сверстниками, да. То есть программа предоставляется в тех же условиях, как и обычному ребенку. Да, и в этой связи сейчас, сегодня родители увидят, да, что, а почему бы его как-то не попытаться адаптировать учебный материал? Может быть, он гораздо лучше, там, этот материал бы стал бы осваивать. Там очень многие родители, кстати, я хочу сказать, что говорят, что я сама с ним делаю по-другому. Вот, я адаптирую, сложности условно не меняю. И он начинает делать. Ну, почему учитель этого не делает? Вот такой часто вопрос на этот задают. Да, и вот давайте, как бы, ответим, да, вот, а что делать в этой ситуации? Да, вот, Елена Пиславовна, если можно, да, вот, прокомментируйте, пожалуйста. Смотрите, ну, здесь, на самом деле, вопрос включает в себя множество разных дополнительных блоков. И надо сказать, что мы можем сейчас ответить в общем о таких магистральных направлениях решения этой задачи. Но сильно зависит от того, о каком возрасте и классе речь идет, да. О том, каковы вообще те условия, которые окружают ребенка в школе. О том, на самом деле, насколько ресурсы есть у родителя, да, потому что он может включиться в эту адаптацию, может, соответственно, быть не готов включаться по разным причинам. Давайте, значит, разобьем его на две части. Что делать, если ребенок не осваивает учебную программу? Общий ответ для таких случаев есть такой. Вы для того, чтобы понять, что именно делать, можете получить второе мнение. Значит, мы предполагаем, что неосвоение учебной программы может происходить как следует из второй части нашего вопроса, потому что недостаточная адаптация того материала по программе, которая по текущей программе или вообще она отсутствует. Либо действительно, и это тоже случается, ребенок, ему поставили программу в ПМПК, ее несколько завысили и получается, что действительно она для него слишком сложная. Значит, если программа сложная, специалисты школы об этом говорят, родители с этим согласен, то путь у нас простой. На ПМПК, посетив предварительно психиатра, который должен написать, каков интеллектуальный уровень на текущий момент по заключениям специалистов, по характеристике школы, в общем, по данным обследования ребенка, превалирующими здесь у врача будут все-таки характеристики школы и специалистов, которые с ребенком реально занимаются, сведения о том, какова успеваемость этого ребенка в текущий момент. Если мы говорим про то, что мы понимаем, что ребенок может больше, мы понимаем, что ребенок может освоить учебную программу, но при этом и те специалисты, которые сторонние, которые с ним занимаются, или те, кому вы пришли на консультацию для того, чтобы решить вопрос о том, какая же программа является подходящей, говорят о том, что нет, программа соответствует уровню развития ребенка, то дальше мы тогда должны вступить в диалог со школой на тему того, что адаптировать программу нужно больше, лучше, лучше и вообще нужно ее адаптировать. Иногда даже, в общем, никаких попыток адаптации не предпринимается. Напомню, что родитель в данном случае защищает права ребенка, он является его законным представителем и имеет право, как законный представитель ребенка, знать все, что касается обучения ребенка, и эта информация должна быть полностью для него открыта. Поэтому родитель может обращаться к любому участнику образовательного процесса и в том числе к тем институциям, которые за эту адаптацию, за специальные образовательные условия, за обучение ребенка отвечают. То есть вы можете решать вопрос на уровне педагога, можете решать вопрос на уровне школьного или детского сада консилиума внутреннего, который состоит из всех специалистов. Если мы понимаем, что по какой-то скорее коррекционной программе есть вопросы, то мы можем начать с обращения к этому конкретному специалисту. Ну и всегда у нас остается возможность обращения к директору. И что нужно помнить про вот это вот общение. Если мы с вами не фиксируем наши тревоги, нужды и чаяния письменно, то чаще всего они остаются, к сожалению, так происходит без ответа. Поэтому если вы собираетесь обратиться к любому из перечисленных мной людей или институций, то вы пишете письменное обращение. В среднем лучше всегда, конечно, на человеческом контакте объяснять, договариваться, помогать, поддерживать специалиста. Но иногда, в общем, мы встречаем некоторое сопротивление со стороны образовательной организации. И в этом случае совершенно со спокойной душой вы можете о своих нуждах, о нуждах своего ребенка писать письменное заявление на имя директора, регистрируя его официальным путем. Что может быть в этом официальном заявлении? Например, когда мы приносим заключение ПМПК в школу, мы всегда с родителями пишем одно и то же заявление. И в Москве это стало сейчас нормой. Более того, иногда эти бланки заявлений выдаются прямо родителям при поступлении в образовательное учреждение, в детский сад или в школу. Это заявление звучит очень просто. Прошу создать необходимые специальные образовательные условия в соответствии с заключением ПМПК. Значит, почему нам недостаточно заключения ПМПК для того, чтобы школа начала что-то делать в большинстве случаев? Часто школа оказывается по разным причинам, не готова к приему ребенка с ограниченными возможностями здоровья. И в этом случае может получиться так, что человек ответственный за прием и за дальнейшее обучение, ну, по разным причинам, не организует необходимые спецусловия к 1 сентября, и ребенок остается без какой-то помощи и поддержки. Никакой определенности, когда начнется занятие, когда у нас начнется адаптация материала, когда будет тьютер или ассистент или, в общем, что-то еще, что нам необходимо для того, чтобы ребенок мог учиться, у нас на 1 сентября может не быть. И в этой ситуации такое заявление о том, что вы уже обращались по этому поводу, вы просили подготовиться, имеет большое значение, потому что дальнейшие ваши действия, они такие же письменные. Вы просите директора сообщить о том, когда необходимые спецусловия, о которых вы просили, которые указаны в заключении ПМБК, будут предоставлены. Для чего мы регистрируем это заявление? У любого государственного органа есть обязанность ответить на обращение гражданина в 30-дневный срок. То есть, если вы письменно обращаетесь, то письменный обоснованный ответ вам должен прийти за это время. Для чего еще это нам нужно? То есть, мы хотим получить, естественно, не письменный ответ, почему они там этого не могут, а мы хотим получить услугу, мы хотим получить необходимую адаптацию, мы хотим получить специальные образовательные условия. И такое заявление позволяет директору обратить внимание на то, что произошла, в общем, достаточно большая неприятность, школа нарушила права ребенка и, соответственно, должна какие-то шаги предпринять срочно, для того, чтобы это устранить, потому что иначе это ведет и к штрафам, и к каким-то другим, в общем, неприятным для образовательного учреждения последствиям. Таким образом, ваше заявление помогает, собственно, как раз инициировать процесс порой устранения таких нарушений и включения все-таки школы в и адаптацию материала и так далее. Значит, каков ваш инструмент воздействия на адаптацию? Вы, независимо от уровня своей вовлеченности в процесс обучения и степени своего поднимания, как адаптировать программу. Являетесь полноправным участником школьного консилиума. Консилиум образовательного учреждения все время сбиваясь на школу. На самом деле, в консилиуме, естественно, и в дошкольных учреждениях вы тоже также определенно одна из основных фигур. и можете инициировать такой консилиум, то есть не обязательно ждать приглашения на консилиум, вы можете быть участником. И, соответственно, вы можете обсуждать на консилиуме, что именно, как именно должно быть адаптировано. Можете приобщать к протоколу консилиума какие-то свои письменные, заготовленные либо от специалистов предложения и характеристики, либо, соответственно, какие-то свои мысли для того, чтобы они не просто поисли возле, а прям были зафиксированы. В общем, это достаточно полезный инструмент. Если говорить о тьютерах, которые один из самых таких у нас болезненных вопросов, и я вижу в чате, что для многих это очень актуально по-прежнему, то вопрос о тьютерском сопровождении, индивидуальном тьютерском сопровождении, также решается в рамках консилиума. Еще раз напомню, хотя вся эта информация вам будет предоставлена в очень развернутом виде в том вебинаре и тех материалах к вебинару по тьютерам, которые мы проводили, напомню все же, что тьютер – это такое спецусловие, которое может быть предоставлено ребенку вообще не имеющему заключения по НПП. И как раз вопрос о предоставлении тьютера решается внутренним консилиумом образовательного учреждения с вашим участием, при вашей поддержке, с вашей аргументацией. То есть я не сомневаюсь, что если у нас ребенок с поведенческими нарушениями, доказать консилиуму, что ему нужно индивидуальное сопровождение, не будет составлять труда, потому что специалисты не смогут покривить душой и сказать, что нет, ребенок ведет себя прекрасно, великолепно усваивает материал, не нуждается ни в какой поддержке. Ну, в общем, достаточно сложно себе такую ситуацию представить. Поэтому, если мы на консилиуме говорим о том, что сложности есть, то тьютер в большинстве случаев будет предоставлен. Даже если его в заключении ПМПК не было, те нормативные документы, на которые при этом можно сослаться, мы вам всем вышли. И хочу обратить ваше внимание, что мы специально для таких случаев разработали два заявления. Их мы тоже вам пришлем. Одно заявление в ПМПК, чтобы сразу, когда вы приходите на ПМПК, вы могли обосновать необходимость индивидуального тьютерского сопровождения, чтобы оно было прописано в заключении. И это заявление можно принести с собой как раз, когда вы будете проходить в очередной раз ПМПК. Или в неочередной раз. Либо, соответственно, вы можете написать заявление такого же характера прямо в школу, и несмотря на отсутствие прописанного тьютера в заключении ПМПК, все равно вы имеете право на тьютерское индивидуальное сопровождение и можете непосредственно в образовательное учреждение обратиться. Это вот коротко отвечаем на четвертый вопрос. Я бы хотел тоже добавить, с точки зрения таких организационных моментов, я вот здесь включил такой слайд, на котором вы видите некоторую такую схему вообще маршрута ребенка в образовательной организации. И вот это то, о чем говорила Елена Вячеславовна, что в начале, когда ребенок, прежде чем попасть в школу, он проходит врачебную комиссию, дальше на основании заключения врачебной комиссии он проходит психолого-медико-педагогическую комиссию, будь то центральная или региональная, или территориальная комиссия, на которой рекомендуется обучение по какому-то одному из вариантов образовательного программы. Это может быть как от дошкольного образования, так и школа. Дальше уже с этим заключением, в котором написано, например, обучать ребенка по варианту 8.1, или 8.2, или 8.3, или 8.4, или дошкольного образования для детей с раз, дальше с этим заключением вы идете в образовательную организацию, ну, либо по месту жительства, либо в ту организацию, где, например, вас приглашают или готовы взять. И вот тут начинается как раз вот эта история о том, что говорил Елена Вячеславовна, что когда ребенок принес заключение, то есть родитель отдал заключение, и там уже прописаны какие-то рекомендации, то школа должна, по сути, провести психолого-педагогический консилиум. То есть это не комиссия по МПК, а это внутренняя, как бы, некоторая форма взаимодействия специалистов, которые будут в дальнейшем вести ребенка. Они должны провести ознакомление со всеми документами на ребенка, провести свою внутреннюю диагностику специалистами, там, учитель, может быть, психолог, логопед, психолог, все, кто будут в дальнейшем сопровождать это ребенка. И уже на основании вот этой диагностики, которую они получили по ребенку, они разрабатывают модель организации образования, все необходимые дополнительные специальные условия и разрабатывают индивидуальную программу работы. Вот все это решается консилиумом образовательной организации. Все вот эти спецусловия, они определяются консилиумом. Единственное, что если в заключении ПМПК, вот этой организации, психологии, именно комиссии, там прописаны рекомендации по программе, по сопровождению специалистов, психолого-педагогического сопровождения, то школа должна предоставить это обязательно. Прошу прощения, я на него нажал, хотел к вопросам вернуться. Так вот, относительно четвертого вопроса, я вот не случайно эту схему включил, что если ребенок не осваивает эту учебную программу, и школа никак не реагирует, то родитель, обращаясь к заучному или к классному руководителю, пишет заявление на спросьбу провести психолого-педагогический консилиум с целью прояснения причин, трудностей, с которыми связаны неосвоения вот эта учебная программа. И, соответственно, уже если там действительно стоит вопрос об интеллектуальном развитии ребенка, то здесь, соответственно, вам нужно будет заново проходить врачебную комиссию и переписывать заключение ПМПК. А если же там по результатам этой диагностики, да, можно как вариант сделать стороннюю диагностику, да, и какое-то экспертное заключение, например, относительно интеллектуального развития. И вы подтверждаете, что интеллектуальное развитие, например, у ребенка, в общем-то, в норме. Соответственно, результат диагностики предоставленной на консилиум показывает о том, что ребенок, в общем-то, при наличии определенных способов адаптации учебную программу осваивает может. Более того, я хочу сказать, что если вы, как родители, например, дома, отрабатывая задания с ребенком, у вас это получается, и вы начали использовать какие-то способы адаптации, которые не используются в школе, то как вариант просто снять на видео уже, ну уж извините, что за такие, ну, совсем примитивные вещи, но снять на видео и показать это, предоставить это для, как бы, консилиума вот этой образовательной организации, чтобы показать, что вот при таком способе мой ребенок осваивает этот учебный материал, я не придумываю ничего, я не, как бы, не завышаю или не завышаю, снижаю требования к своему ребенку. То есть, некоторые доказательства доказательства это иметь, но это вот совсем такие спорные моменты. Первое, что важно сделать, это вот это написать заявление с просьбой о проведении психологического консильма, внепланового консильма по выяснению трудностей развития ребенка. Дальше уже на основании решения консильма уже определять вот эти спецусловия, которые там, способы адаптации, уже ставить вопросы на это. И уже, если вот этого всего не происходит, то, соответственно, переходить в дальнейшем, потому что, рассказывала Елена Вячеславовна, это все, что связано с заявлениями и обращением уже вот в таком юридическом ключе. И я сразу хочу сказать, что вот на основании этой схемы мы отвечаем с вами на первый вопрос. Кто должен предоставить специальные условия и как их организовать? Так вот, специальные условия, например, программа, наличие сопровождения специалистами, это определяет консильм. Но если программа образовательного, это точно консильная комиссия, если программа точно определяет комиссия, то психологопедагогическое сопровождение образовательная организация способна предоставить самостоятельно. То есть, для этого заключение комиссии им не обязательно должно быть требоваться. Но, как правило, практика показывает, что образовательная организация просит сходить опять на комиссию, попросить, чтобы там вписали на занятия с определенным специалистом. Или они говорят, что мы, значит, вам предоставим, только если у вас будет заключение комиссии на руках. Ну, бывает и так, да, но по большому счету школа может это сделать и без какой-либо комиссии на свое усмотрение, если они видят, что по результатам консилиума своего внутреннего ребенка нуждается в этом. Поэтому того же самого тьютера они могут предоставить самостоятельно. Вот единственное, что модель образования определяет образовательную организацию. Но в идеале должно быть так, что обучать ребенка в инклюзивном формате или в коррекционном классе должно решаться в первую очередь, но в идеале, исходя из потребностей ребенка. То есть если я понимаю, что ребенку лучше формы инклюзивного образования или ресурсного класса, то дальше я как директор должен подумать, как это организовать, этот способ. Но практика показывает, что не всегда бывает так. Бывает, чаще исходит из возможности самой образовательной организации. Если у них, например, один ребенок пришел такой, то, соответственно, это, скорее всего, будет либо надольное, либо индивидуальное обучение. Ну, в редких случаях инклюзивное образование, если он 8-1, например. Но в идеале должно быть, конечно, именно исходя из потребностей ребенка. Ну, а дальше из возможностей организации. Но в любом случае это самостоятельное решение самой школы. Но родитель также может написать заявление с просьбой организовать определенную форму, которую он считает, что было бы идеально для его ребенка. Относительно вопроса, который прозвучал по поводу тьютеров, что вот если тьютеры обучены прошедшие РБТ-курсы по преподному анализу поведения, то как им найти куратора? Ну, вот здесь школа, здесь это решает. Если у школы есть дополнительное финансирование, есть дополнительные финансовые средства, она, конечно, может взять на себя, заключить договор ГПХ, гражданского правового характера, с внешним сотрудником, приняв его, условно, на такое сотрудничество по сопровождению их тьютеров. Но завести в штат куратора школа не может, потому что должность куратора, такой должности нет. Поэтому все вот эти вопросы, они всегда решаются на основе какого-то дополнительного, каких-то различных форм сотрудничества с внешним специалистом, внешним консультантом или внешней организацией. И школа, если не имеет деньги на это, то она это может сделать самостоятельно. Но, опять же, наверное, здесь Елена Славовна не даст соврать, что чаще всего это либо при поддержке каких-то благотворительных фондов, либо за средства родителей, либо за средства НКО. Так, коллеги, у нас огромное количество вопросов по тьютерскому сопровождению. Я полагаю, что, несмотря на то, что мы проводили вебинар достаточно исчерпывающий и те данные, которые у нас были, они совершенно не устарели нисколько, но и актуальность это тоже не падает. Поэтому, наверное, мы все-таки посвятим какой-то отдельный вебинар о тьютерском сопровождении еще раз. Явно совершенно здесь требуются дополнительные какие-то пояснения, разъяснения, ответы на вопросы. Но пока, пожалуйста, воспользуйтесь теми материалами, которые уже есть. Возможно, ответ на ваш вопрос там уже есть. Еще раз хочу подчеркнуть, что все ваши действия по поводу тьютера, они должны фиксироваться письмами. И если это самый сложный вопрос, если он еще как-то решается в Москве более-менее, то в регионах с этим вообще возникают огромные трудности. Решение все равно одно и то же. Вы идете путем через, желательно через ПМПК, и параллельно через внутренний школьный консилиум для того, чтобы доказать, что тьютер ребенку необходим индивидуально. И это касается и школы, и детского сада. Значит, чуть труднее доказывать тьютеров для детского сада. Я думаю, что про адаптацию в детском саду мы вообще поговорим на отдельном вебинаре, потому что здесь действительно сложный комплекс вопросов. И если у нас с вами есть федеральный государственный образовательный стандарт для детей с ОВЗ на начальную ступень образования, адаптированные программы для следующей ступени образования школьного, с дошкольным образованием у нас пока только разрабатывается адаптированная программа для детей с расой. Она должна быть утверждена, я надеюсь, в скором времени. Но пока мы опираемся, скорее, на общие нормативы законодательства. И родителям из-за этого приходится в дошкольных учреждениях сложнее. Однако, если у вашего ребенка в образовательном учреждении дошкольном уже есть тьютер, я вот здесь вижу вопрос, сохранится ли он при переходе из группы одного вида в группу другого вида. Если это индивидуальный тьютер, то, конечно, да, потому что это не принадлежность группы, это, собственно, специалист, который необходим ребенку. Но это все должно быть зафиксировано опять в консилиуме и подкреплено какими-то вашими превентивными заявлениями, иначе ситуация может разворачиваться разным образом. Не бойтесь задавать образовательному учреждению вопросы и настаивать на своем. Здесь, к сожалению, кроме вас, никто защищать так права вашего ребенка не будет. И у образовательного учреждения есть еще задачи административные, которые они пытаются решить, поэтому сделать так, как будет идеально, наверное, можно только с вашей помощью. То есть вы здесь, еще раз напомню, полноправленные участники этого процесса, имеете право задавать вопросы, имеете право высказывать мнение и требовать всего письменно. Так. Слова, уважаемые слушатели. Вот здесь вот вы видите ссылку на вебинар. Наши коллеги в чате скинули ссылку. И вот вы видите здесь на сайте как раз ссылка на наш вебинар про тьютерское сопровождение. И те вопросы, которые, может быть, сейчас есть у вас, на часть из них вы найдете там ответ. Пожалуйста, посмотрите. У нас еще есть несколько вопросов. Елена Пиславовна, вот второй, третий. На первом, мне кажется, я ответил. А вот на второй, третий. Кто определяет... Вот третий, да, очень многие отмечают, каким образом организовать для ребенка тьютерское сопровождение. Но я думаю, что мы тоже сейчас про это поговорили. Кто определяет, по какой форме обучать ребенка? Ну, здесь, как я уже сказал, это решает, в общем-то, школа. Но решаться это должно на основании предварительной диагностики, потребности ребенка и дальше уже, как бы, возможности школы. Потому что если, например, ребенок пришел один, мы прямо возьмем какую-нибудь сельскую школу, где всего на всю школу один ребенок, например. И здесь, как правило, могут быть либо... Ну, какой-то ресурсный класс создать, вряд ли получится. А вот индивидуальную форму обучения, да, или инклюзивную форму организовать можно. Да, многих справляют на домное обучение, но по заявлению родителям вы можете, в общем-то, перейти... Я знаю такие случаи, когда направляют на домное, но родитель просто активно взял позицию. Я, если бы, позвольте, Сергей, прям вот это конкретно прокомментирую, потому что это одно из самых частых обращений к нам, и мы регулярно с ним сталкиваемся. Это, к сожалению, по-прежнему остается очень острым вопросом. Форму обучения все-таки выбирает родитель, но исходя из по закону образования. Это принадлежит права вам. Но, безусловно, как Сергей говорит, мы исходим из возможностей также образовательного учреждения, потому что действительно не любую помощь можно получить рядом с домом. А мы все-таки говорим о том, что приоритетно у нас образование рядом с домом, потому что право ребенка на семью, оно даже, наверное, превалирует над всеми остальными правами на образование и прочее. И чтобы ребенок мог обучаться рядом с домом, мы идем и договариваемся в ближайшей школе, она может быть там не любая. То есть это может быть у вас там в регионе может не быть, например, коррекционной школы рядом, или наоборот, общеобразовательной школы рядом, или, ну, в общем, форма образования такая, как ресурсный класс. Вы знаете, что это вообще история, которую всегда начинают родители, она не начинается по инициативе образовательных учреждений, это инициатива вообще ваша, и дальше она там развивается, об этом можно отдельно поговорить. Я хотела сказать, что с этим связана же не только обучение, форма обучения на дому вопросом, но и индивидуальный учебный план. Во многих регионах эти две вещи смешивают, то есть и говорят, что вы должны написать заявление, взять справку у врача об обучении на дому, для того, чтобы мы могли индивидуально организовать занятия для вашего ребенка в школе. Значит, если по закону, то ничего вам брать не надо, никаких справок, никаких заявлений писать, индивидуальный учебный план вы, конечно, можете получить без всяких дополнительных бумажек, и более того, опять индивидуальный учебный план может быть составлен для ребенка, у которого вообще никакого заключения по МПК или инвалидности нет. По закону образования это так. Однако, если мы говорим про реальность, то в реальности порой вопрос упирается, как обычно, в деньги. А деньги идут не за ребенком, они приходят тем педагогам в школу, которые вот в этой форме на дому в ряде регионов детей обучают. То есть за индивидуальный учебный план и обучение один на один в школе им никаких средств не выплачивается. А если у нас это оформлено как форма обучения на дому, то это оплачивается, по крайней мере, в каком-то размере. Поэтому в ряде случаев компромиссным вариантом будет оформление такой формы обучения на дому. Но знайте, что, во-первых, все формы между собой, они, опять же, по закону образования могут гибко сочетаться. То есть у нас нет такого, что если вы оформили форму обучения на дому, это значит, что вы должны сидеть дома. И вообще школу носа не показывает. И это не так. Если вы обучаетесь на дому, то, опять же, в ряде регионов поступают вопросы и говорят, у нас там два часа обучения, педагог приходит домой, три часа, восемь. Пытаются ссылаться на нормативные акты какие-то региональные часто, иногда федеральные. Значит, все федеральные нормативные акты говорят нам о том, сейчас действующее, что согласно ВГОС, ОВЗ, согласно всем остальным нормативам, ребенок в форме обучения любой получает такое же количество часов, какое получает ребенок, находящийся в классе. То есть от формы получения образования количество часов, которые у нас в ВГОС положены, не зависит. Иногда требуется снизить нагрузку, но это регулируется уже отдельно, заявлениями, справками и так далее, и обсуждается со школой. В общем случае вы получаете, то есть вот в первом классе 21 час учебный и плюс еще 10 внеурочки, должны быть ребенку положены, независимо от того, куда он пошел. А дальше количество часов у вас только увеличивается. То есть просто помните о том, что это не 3, не 2, не 10, а столько, сколько ребенку положено. И во всех адаптированных программах есть учебный план с почасовкой по недельной и на год. То есть количество часов, которые ребенок должен получить. Вы можете всегда скачать эту программу на сайте госреестр.ру и посмотреть, какое количество часов в этом конкретном классе, вашему конкретному ребенку по этой адаптированной программе положено. Елена Александровна, спасибо огромное. Нам пора завершаться. Вопросов много. Единственное, вот последний вопрос, и я готов, ну, тоже не ответить. Вот здесь вот во вкладке «Вопросы» от участницы, там описывает ситуацию по ее ребенку. Вот, и вопрос к нам, как к Федеральным ресурсным центру, о том, участвуем ли мы в сопровождении регионов. Вы знаете, да, действительно, у нас есть региональные ресурсные центры, которые в свое время когда-то заключали с нами договора о том, что было в некотором таком взаимодействии и сотрудничестве. Сразу скажу, что это не наши филиалы, то есть нет такого, что у нас есть какие-то филиалы. Но мы со многими региональными ресурсными центрами сотрудничаем и стараемся максимально передавать им всю информацию касаемо обучения. То есть все наши наработки, все наши материалы, мы делимся, да, мы приглашаем их, специалистов региональных ресурсных центров, на наши мероприятия, на обучающие курсы, на семинары, вебинары, конференции. И если у них возникает вопрос, мы всегда их консультируем. Задача ли самого регионального ресурсного центра входит в курирование образовательных организаций, в которых находятся ребята, например, со расстройственным физическим спектром. И специалисты могут к ним обращаться в региональные ресурсные центры и получать помощь. Если же, смотрите, у вашего учителя, например, нету возможности обратиться, они могут обратиться не к региональному ресурсному центру, а напрямую к нам. Для этого нужно просто нам написать письмо с тем вопросом, который их волнует, составить какие-то обратные контакты, чтобы мы связались с учителем и подсказали ему какую-то консультацию, подсказали что-то. Для них это будет бесплатно, поэтому здесь мы открыты. Касаемо именно вас, как родителя, здесь я бы хотел вам, пользуясь случаем, предложить вам такую возможность записаться к нам, в федеральный центр, на прохождение консультативно-диагностического курса, четырехдневного. Он может быть проведен как очным, так и онлайн. Для этого вам не надо даже специально приезжать, тратить на это время, у нас есть способы и процедуры, как мы можем это делать онлайн. На основании этого мы получим хорошую информацию по вашему ребенку, дадим качественные рекомендации с планом работы и со всеми рекомендациями по спецусловиям, которые необходимы ребенку. Ну а дальше вы можете передать всю эту информацию учителю, и опять же мы можем проконсультировать учителя по нашей программе, если он будет к этому готов. К сожалению, мы не правоохранительная организация, мы не можем воздействовать силком на школы, хотя нам иногда хотелось этого. Коллеги, а можно я тогда скажу, что мы, конечно, тоже не правоохранительная, но мы зато правозащитная организация, поэтому если вы обращаетесь с запросом к нам, мы вместе с детским омбудсменом можем подать вот как раз какие-то обращения по поводу вот конкретного вашего случая уже в какие-то правоохранительные или надзорные органы, ну в общем, для того, чтобы решить вашу конкретную ситуацию. Пользуйтесь, пожалуйста, этой возможностью. Это тоже входит в нашу практику. И все-таки мне хочется на два конкретных вопроса из этого миллиона примерно ответить. Я бы хотела сказать, что спрашивают люди достаточно часто здесь сейчас про то, где искать тьютеров. Я сразу хочу сказать, что мы всех отправляем на банальный совершенно HeadHunter, и там поиск тьютеров прям лучше всего осуществляется. Быстро, качественно, много. В общем, ищем всегда там. Если и школы тоже так же ищут. Официальный или неофициальный, второй вопрос. То есть они там иногда не могут вывести, как работодатель, такое объявление, но найти возможность оплатить аккаунты и, соответственно, поискать неофициально вполне можно всегда. Значит, и второй вопрос про куратора был для тьютеров, которые обучены уже ими. Значит, эта практика в ресурсных зонах была заведена самая разная. В зависимости от возможностей школы человек в этой роли может быть оформлен либо в психолого-педагогическом центре городском, вашем региональном, из которого по договору соответственно, например, оферты будут предоставляться в школу. Может быть, это будет ГПХ между школой и конкретным человеком. Здесь надо смотреть на то, какая квалификация, ну, отечественная, скажем так, есть еще у человека, который будет куратором. Есть разные варианты. Мы освещали эти вопросы в рамках вебинара с Воронежем, в котором очень по-разному эти кураторы оформлены. Там весь прям спектр возможностей предоставлен. Ссылку на этот вебинар я тоже пришлю, на материал к нему пришлю. Вот, что я хотела добавить. Да, спасибо большое. Юлия Иванович, у нас подходит к концу время. Нам надо, я думаю, заканчивать. Уважаемые участники, значит, я еще раз хочу рассказать, что на все ваши вопросы, которые сегодня поступили, мы постараемся дополнительно ответить вам письменно, поэтому в ближайшее время просто ждите какой-то дополнительный ответ персональный на ваш вопрос. Ждем вас на следующих наших вебинарах. Будем информировать через наши сайты, через рассылки, через те же пути, по которым вы сейчас узнали о нашем вебинаре. И следующая тема, которая прозвучит, мы уже проинформируем через новостные ленты. Будем рады вашим вопросам и вашим каком-то активном участии. А на сегодня, если дайте какую-то обратную связь, насколько вам было полезно поучаствовать в сегодняшнем вебинаре и что вы для себя сегодня взяли на наши встречи. Буду признательна, если вы сейчас напишите что-то в чате по этому поводу. На всякий случай оставляем наши контакты. Также презентация будет размещена на сайте и ссылка потом будет донат. Поэтому нашей презентацией можно будет воспользоваться. Все ссылки, которые здесь видите, они будут активны. И вы также можете все для себя брать. Да, только я не Дмитрий, а Сергей. Спасибо большое. Там видно, что... Мы не зря готовились, Елена Вячеславовна. Спасибо большое за обратную связь. Елена Вячеславовна, тогда на этом завершаем. И тогда до... Сейчас, секунду, еще. Там был вопрос, и я отметила, что это тоже важно. Про среднюю школу и сдачу экзаменов мы тоже сделаем отдельный вебинар. Потому что это очень важно, многих волнует. Очень много вопросов. Тогда я думаю, что про среднюю школу вот это план на ближайшее время. Да, вот здесь девушка пишет, что теория мне уже была знакома. На практике многого нет, к сожалению. Вот здесь Елена Вячеславовна дает очень хорошую информацию на наших вебинарах о том, как добиться того, чего нету. С точки зрения родителя. Здесь у них огромный опыт. И мы за это благодарны, что они с нами присоединяются, принимают с нами участие. Делятся этим опытом. Потому что это какая-то другая уже история, которую не напишешь в книжках, наверное. Только из-за опыта расскажешь и поделишься. Вам огромное за это спасибо. И поэтому, уважаемые слушатели, задавайте эти вопросы и обращайтесь к ним, потому что они дадут вам очень много нужных советов. Все, спасибо большое. Тогда всем хорошего дня. До связи. Ждите ответы на каждый вопрос. Мы пришлем на вашу почту развернутый ответ. Да. Единственное, небольшое напоминание о том, что так как этот вебинар в рамках проекта, то, возможно, вам придет некоторая анкета с просьбой оценить сегодняшнее наше мероприятие. Поэтому, если не трудно, ставьте лайки, дайте нам обратную связь для наших коллег. Все. Всем хорошего дня и хороших парней. До свидания. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...